Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я Ахмед Гази Зима продолжает удивлять нас погодными качелями. То дождь, то легкий снегопад, то солнце. Подобные изменения погоды влияют на метеозависимую часть населения, среди которых точно есть водители. Каково каждый день ездить в разных погодных условиях и чем чреваты перепады в температуре вкупе с состоянием водителей? Я предлагаю вам узнать прямо сейчас. Внимание на экран. С 18 по 24 декабря 2023 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 36 ДТП, в которых 3 человека погибли и 46 получили ранения. Среди раненых двое детей. Житель Дагестана сбил инспектора ДПС в Кизилюртовском районе. Полицейский, патрулировавший окрестности села Зубутли-Мятли, остановился, чтобы осмотреть автомобиль, остановленный из-за поломки на обочине дороги. В этот момент автомобиль, двигавшийся по встречной полосе, наехал на него. Пострадала также полицейская машина «Шкода». Полицейский с переломами и сотрясением был доставлен в больницу. Водитель автомобиля заявил, что не заметил инспектора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 21 декабря 2023 года, примерно в 8.30 на 781 км федеральной автодороге «Кавказ» в Кумтор-Калинском районе произошло столкновение 16 транспортных средств. Предварительные причины ДТП – туман, несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции до впереди движущихся транспортных средств. В результате ДТП пострадавших и погибших нет. Обстоятельства произошедшего и количество участников происшествия выясняются. Блогер Салих Исрапилов погиб в результате автоаварии в Баба-Юртовском районе. 20 декабря 2023 года, примерно в 18.00 на 383-м километре, 700-м метре федеральной автодороги «Астрахань-Махачкала» в Баба-Юртовском районе, 27-летний житель Кизлярского района, управляя автомобилем «Лексус ЛХ-450», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц» под управлением 46-летнего жителя Республики Азербайджан. В результате ДТП водитель «Лексус» получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. 20 декабря 2023 года, примерно в 17.30 на 743-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Хасавюртовском районе, 75-летний житель Буйнакска, управляя автомобилем «ГАЗ-3102», из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства, столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3302» под управлением 53-летнего жителя Махачкалы. В результате ДТП водитель «ГАЗ-3102» был доставлен в больницу, где скончался от полученных тяжких телесных повреждений. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. 18 декабря 2023 года, примерно в 17.30 на 329-м километре федеральной автодороги «Астрахань-Махачкала» в Кизлярском районе, 60-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на 8-летнего мальчика, жителя Кизлярского района, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Находясь на маршруте патрулирования в Эсбербаше по улице Мира, сотрудники госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль Nissan X-Trail под управлением 31-летнего жителя Кайакенского района. В ходе общения стража правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции выяснили, что ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Полицейские отстранили нарушителя от управления транспортным средством. Автомобиль был помещен на специализированную автостоянку. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. За минувшие сутки аналогичное правонарушение было выявлено полицейскими в Хасавюрте. Ну а мы призываем вас соблюдать правила дорожного движения и желаем вам удачи на дорогах. Наверняка бывало и хуже. Однако 16 автомобилей это сильно. Ну и в попытке закрепить урок я предлагаю к вашему вниманию подборку автомобильных аварий. Вот чем заканчиваются эксцессы на дорогах. Внимание на экран. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 воздух землю и море звезду можно найти на всех автомобилях мерседес на капоте это внимание это и манит вот есть машина вот и букву вот смотри там банан стоит но и на выход банан нет почему красиво красивая у нее расходов больше чем нами намного ну тогда вообще возьми этот приори больше расхода чем на ней я могу сказать я а давай дверная до купе машине девушек катать так и делаем даже на без этого без этого никак еще за что работает закрывая дверь положи я зажигание не включил сейчас секунду она при включенном зажигаем только работает подает ремень машине 30 лет больше 30 все работает все оригинально пристёгиваешься уходит не пристёгиваешься через 15 секунд сам съезжает не шумит не шумит не шума нету она тебе предлагает просто хочешь пристёгиваешься хочет как-то так показал а если дверь открыта на этот уходит да вот сейчас еще заново сделаю вот смотри закрыл вышло открыл ушла чтоб ты сесть мог вот так вот он пороги он все оригинальная mercedes-benz там правда телефон должен был вот здесь он того угольник видишь маленький он там должен был телефон угнали его наверное спасибо тебе пожалуйста пожалуйста здоровье за именно на не пьяница спасибо ну а этого участника данного комьюнити мы не могли не заметить он оказался одним из самых крутых любителей этой машины а вообще удобно с такой машиной вас суперский так деньги есть в кармане волос будет продажи подожди я проверю шутка давай вот так сделать так так сколько лет владеть не представьтесь сначала махана мурат даудович живу поселке новый сулак за речкой сколько лет владеете этой машины в этом году будет три года а до этого я ездил до реста лет у меня был я на нем 7 лет лет так ездил всю жизнь на запорожстве на оке до сих пор дома стоит ака у меня такая дежурная а так на нем все время чем она лучше чем другие мужчины коробка автомат комфорт комфорт и едешь как на подводной лодке и до мягкая вот ну едешь ты как хочешь хочешь где-то можешь дать просто комфорт и не устаю я зару я могу вот я два года назад вахты ездили мы на сходку поехали туда три с половиной часа назад ехали три с половиной часа и я товарищу говорю я я не устал я могу еще проехать а на других машинах на по крайней мере для меня да на механике это тяжело устаешь а это автомат она идет мягко это мерседес но друг с другими машинами не пробовали пробовал один раз другой мерседеса обгонял тоже 2 и 4 я 220 взял он больше не смог больше я не пробовал один раз попробовал 220 больше не пробовал откуда вы эту мужчину взяли где купили на авито в дагестане да да в дагестане в авариях была она до вас не тот хозяин у кого я купил другой хозяин он сам корт москалы он мне сказал что задок был стукнутый зацепленный а так ребята смотрели ну деформация нету она все целое не гнилая все жалуются на новые мерседесы о это у меня был вариант купить 211 этот с панорамной крышей за 500 мы уже чуть ли не по рукам потом мой друг от мурат если его купишь ко мне не приходи это рассудили на волос есть электрик а перседеса специалист угад замучайся электрика у них нехорошая и год возьми 210 горе знать не будешь его дело три года взял наверное два раза я ходовку сделал хорошенько помашала четко мне ушами ли вдруг здесь на техстанции престиж особи за моей машины ну кузов то конечно тут по мелочам а ходовка мотор коробка все отлично он следит за моей машины я приезжаю он поднял посмотрел что надо поменяли и я еду дальше нет я запрыгиваю меня без проблем у моих детей свои машины у меня когда дети приезжают мне четыре машины во дворе для еще на улице стоит развернуться место нету вот он мой внук вот старший внук нет он не угоняет он только учится он только учится это мой штурман мой помощник нет он ее заводит прогревает когда вот допустим сегодня мы собирались он беда да ягод заведу прогрею его давай поехали на мойку на мойку помыл я просто стоял смотрел молча наблюдал навигатор не стоит регистратор где стоит был один ладно это не на камере отдельно расскажу насчет этот прикол был подаводить ехал я в костыке по трассе была авария я думал я его снял хочу базаре смотрю у меня флешка вытянутая день раньше сын на машине ездил я бы сказала я был сынок ты хоть этот флешку вытаскивай говорю или стирает там лесу вот он ехал весь его разговор да да я начал я не стал дальше его слушать дальше смотреть потому что я понял думаю это это не мое дело и все потом я вам сказал тогда флешку лучше гору вытащи потом на местами стали обязательно чисто скажите красивый красивый мерседеса 210 и мишину вообще нет самая лучшая машина для для любого человека дан это первая машина почему потому что он первый раз сел потом когда нужно начинать ездить когда он же когда я сел на другой до рестайлинг после аки я понял что это не мое я должен на ней у меня были варианты купить хунда и sonata бмв там много разных машин не предлагали я 7 лет ездил на другой и поэтому я гонит мерседес до ручной сам да сам сделал лучше мерседеса нету это мысли мы можем увидеть как вы не за руль садитесь без проблем я не мешаю вот она я это делаю так это сюда все подъехал раз вот по тачку раз ну здесь закрывать не буду ну мало можно прикрыть и все завел и поехал никаких проблем просто были варианты купить машины мерседес повыше но это для меня тяжело поэтому я остановился на 210 раз вытащил запрыгнул вот пристегнулся раз вернулся взял свои палочки раз это мерседес вот ему 23 года 2001 года 22 года ну спасибо вам большое за такую экскурсию ну так бы если хотели бы я еще покатал бы вас если хотите могу покатать вот так что вот так вот мы живем к слову сказать это безусловно один из самых впечатляющих фактов у мерседес бэнс инженеры принимают предложения от известных врачей ортопедов чтобы обеспечить высокую эргономичность сидений они обеспечивают поддержку жизненно важных частей тела таких как спина коленный сустав почки и так далее итак время расслабиться и слегка посмеяться что означает подборка нелепых забавных и курьезных ситуаций на дорогах наше необъятное это будет сейчас как никогда кстати ведь мало что смешит народ так как чужая нелепая оплошность смотрим и улыбаемся и 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 Продолжение следует... 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 Можно условно... Продолжение следует... 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 Ну вот смотрите, у нас в Махачкале самая дурная езда, наверное, по Кавказу. Согласны? Да. Самая дурная езда по Дагестану, это, наверное, в Хасавирте. Во всяком случае, все, кто ездит по Дагестану, говорят, что самая страшная езда именно там. Ну, когда-то считалось в Махачкале, даже автомобиль дарили на телепередаче. Это Якубович, да? Потому что тот, кто ездит в Махачкале, может ездить где угодно и может вообще работать каскадером. Все время говорили, вот дорог нет, поэтому так ездим. Дорог нет, поэтому так плохо ездим. Сейчас дороги делаются, а езда остается такая, какая была. А дороги делаются новые проекты, а те же дороги, которых не было, по сей день они такие же. Ну вот, мы с вами сейчас говорили про девять машин, которые столкнулись на Каспийской трассе. Ну, хорошая же дорога. Да, вот он сейчас, вот стоит, вот мы едем, светофор горит зеленый, дополнительно стоит стрелка. Сейчас сзади стоящий, что? Это все те, кто не учился в автошколе. Как нету помех, я продолжаю свое движение, а стрелка дополнительно мне по времени установил, тот поток останавливается, чтобы мы могли завершить свой маневр и продолжить путь. Да. И как вот этим людям объяснять? Ну, ПДД, чтобы учили. И вот потом этот коллапс происходит, потом дополнительно полосы рисуют. И ты же не сильно помогаешь. И так же не помогаешь. Людям чем больше помогаешь или содействуешь, это получается тем мягче к отношению к ним закон, и так же продолжается на нарушение получается. У вас мероприятие какое было последнее у 140 веков? У нас сегодня мероприятие про 140-х идет. У нас очередная встреча, сходка участников клуба. Она с ее сообществом все решили и собрались. Сегодня она проходит в городе Кизелюрте у нашего брата-соклубника Зайнудина. У него там земля есть, назвали мы ее Фазендой. И у нас встреча на Фазенде сегодня-завтра в городе Кизелюрте. И что, будут гонки? Нет. Будет просто общение? У нас машина легенда, классика. Мы сообществом собираемся, общаемся, разговариваем о жизни. Как и все нормальные люди, жарим шашлыки. И вот так свой отдых проводим временем в 140-е. Содержание клуба дорогое удовольствие? Содержание клуба недорогое удовольствие. Или вы вместе скидываетесь? У нас все взаимное. И когда мы что-то делаем глобальное, мы все скидываемся, обозначаем, определяем и проводим мероприятия. И с этим, слава Богу, нет никаких проблем. А вот гонки или что у вас? Или выставки? У нас гонок не бывает. У нас, если бывают, автопробеги бывают, выставки. Такое-то богоугодное. В богоугодном деле принимаем участие всем своим клубам. У нас все такие полезные, продуктивные, которые для культурно-нравственного показа для общества, что можно и так жить, и так участвовать, и так содействовать. Не обязательно, чтобы твой автомобиль был гоночным. Слушайте, а есть еще клубы других марок автомобилей, с которыми вы общаетесь, как-то поддерживаете отношения? Как председатель федерации автомобильного спорта, председатель автоклубов и автоволонтеров. Я общаюсь со всеми основателями, админами клубов. И стараюсь на участников этих клубов, на их мероприятия попадать. Не пропускать, понимать их менталитет, взгляды, интересы. Хорошо. О каких автомобилях речь? У нас в Дагестане 48 автоклубов. Так. А автоклуб Мерседес 140 или это первый? Мерседес 140. Мерседесы идут клубы разных модификаций. Ешки есть, АМГ, 210, 220, 221. Они по классам разделились. Единый один клуб БМВ. Там все модели. Потом ведут Хундай. Они тоже на три подозрения. Камри, Лексусы, Риксы. По моделям. Только один единый клуб БМВ получается, который все модели в одном клубе. Участники. Их мало, поэтому? Нет, их большое количество. Им тоже 11 лет. Как они в Дагестане со стороны. Они вас приглашают на свои мероприятия? У нас на протяжении четырех лет стабильно. Мы каждую субботу собирались на университетской площади. И в этот же день всегда еженедельная встреча, сходка бывала у клуба БМВ. И сейчас тоже не так же его, не нарушая традиции свои, проводят. И мы встречались там, на одной площадке. Когда университетская площадь более свободная и побольше. Женская езда отличается от мужской? Да. Как вы ее отличаете? Она более аккуратная и спокойная. Без всяких вот этих вещей. И когда видишь машину, она как-то непривычно получается. И многие говорят, о, я сразу знал, что это женщина за рулем якобы. Потому что у них аккуратно все присутствует. И по знакам, и скоростной режим, и пешеходы. Вот что нужно учесть в Дагестане, это поддержать и развивать. У нас есть и женский автоклуб. Правда, там участниц немного. 11 участниц. Невозможно подойти по своему воспитанию каждой женщине и сказать, вступите в клуб или рассказать о клубе. Потому что, не знаешь, ее не дозволено тоже. Если женщина сама чего-то не захочет, то убедить ее в чем-то бывает очень сложно. Это так. А когда узнают, что есть женский клуб, они с восхищением все вступают. Но это тоже и им помощь, это и на дорогах тоже большое взаимодействие. И культура, и менталитет, и ремонт. А почему многих людей так раздражает женская езда? Они говорят, женщины тупят за рулем. Хотя и мужчины тоже тупят. По природе, по факту, если так взять, ну не женское это дело за рулем ездить. Но если взять с современностью, то они намного культурнее в некоторых участках, моментах по сравнению с мужским полом водителем. А не раздражает? Вот вы пропускаете девушку, а она начинает еще медленнее идти, когда вы ее пропускаете. Честно сказать, нет. Меня нет. Понятно. Хорошо. Такие пешеходные модели тоже сейчас такой интересный тип людей. Ну хорошо тогда, учитывая, что мы уже подъехали к базе, ваше пожелание людям, которые выезжают на дорогу в Махачкале? Соблюдать правила дорожного движения, иметь свою культуру такой же и на дороге, уважать друг друга и относиться всему сабором. Сабор начинается там, где он заканчивается. Понятно. И, наверное, отдельное пожелание вашему родному Буйнакску, людям, которые имеют счастье кататься по Буйнакску. Есть отдельные пожелания? Буйнакск тоже уже почти как и Махачкала. Маленький город, много машин, большой поток, улицы не рассчитаны. У меня ко всем людям один посыл. Всему, всем автолюбителям. Уважайте друг друга. Соблюдайте правила дорожного движения. Не нарушайте. Любое ваше нарушение это бьет вам же по карману и плюс создает инцидент аварийных случаев или каких-нибудь нехороших казусов. Спасибо большое, Исмаил. Было приятно покататься. Взаимно. А у меня на сегодня все. Это был 134 выпуск проекта «Колеса и золовой яхмедгази». Всем хорошей дороги и зеленых светофоров. До встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok